Ранее в ARC Сейчас Бобёр проснётся совсем другим в этой серии От меня не убежишь! Что ты делаешь? Что ты делаешь? Эй, я что-то добавил в эти стрелы, интересно? Сэм хай! С вами Южина, и сегодня мы будем наконец-таки снова играть в ARC Survival И ВОООООООООООООООООООООООООООООООООООН Я особо об этом не говорил Но все выпуски по ARC, которые вышли в этом году, начиная с момента, когда я приручил трицератопса Дрю, являются вторым сезоном по Арк. Именно в этом втором сезоне появились два археолога, и сюжет самого Арка стал более проработанным. И сегодняшний эпизод является предпоследним во втором сезоне. Я уже знаю, чем закончится сам сезон. И я думаю, вы тоже это чувствуете. То напряжение, которое нарастает на протяжении всего этого сезона. И если вы, друзья, взбудоражены этим эпиком нарастающим, то обязательно поставьте лайк этому видео, чтобы я видел, что вам это вкатывает, и вы хотите этого больше. И это поможет мне улучшать контент для вас. Также, если вы здесь новенький, обязательно чекайте плейлист по Арк, чтобы быть в курсе сюжета. И не забудьте подписаться и поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующие серии. Все, я затыкаю рот. И приступаем к эпизоду. Сегодня что? Фестиваль косплееров? Охренеть. Охренеть. Реально выглядит так, как будто бы стегозавр нарядился в костюм анимешного персонажа. Было бы очень круто приручить высокотехнологичного динозаврика. Надеюсь, у него есть охлаждение сидушки. А то кататься на этих динозавров так неудобно, жопа преет. Срочно приручать. О, блин. Стопэ. Это тираннозавр. Кажется, он на меня сагрился. Так, его прессует. Надо присоединиться. Я не хочу, чтобы он грохнул стегозавра этого. Таких как-то тут не любят. Мне бы хотя бы просто отогнать его, чтобы он с обрыва спрыгнул. Ладно, бобер с ним разберется. Опа, опа. Что, их двое? Их двое. О май гад. Слушайте, просто сумасшествие какое-то. Реально здесь каждые 15 минут новый тирек спаунится. Потому что место-то выгодное. И я единственный владелец. Я реально здесь единственный, кто строится тут. Че ты подошел? Это мой дом. Не трогай его. Я не позволю долбить мои стены. Оу. Конь не в ту сторону спасается, кажется. Он меня заметил. Хорошо, хорошо. У меня есть определенная тактика. Я ее придерживаюсь. Заходим. По идее, он должен долбить и заценить его систему водоснабжения. Пока об этом рано болтать. Важнее всего это устранить тираннозавра, который... Так, где он здесь должен быть? Нет, он свалил. Блин. Фак. Мне лень спускаться по лестнице. Давайте просто сейчас. Чекни лично прыгнем на забор. И технично, конечно же, обосремся. И побежали атаковать. Эй, Терекс, как насчет остренького. Надеюсь, вы любите мои убогие коронные фразы. Потому что у меня их много. Поэтому я буду говорить. Давай, вот сюда иди. Прямо к воротам. И просовывай с угол. Да. Шпоньк в ноздрю. Куда пошел? А ну, вернись. От меня не уйдешь. Я знаю, что ты захочешь сожрать стикозавра. Пошел на разворот. Блин, обратно. Закрываем и стрелу. Ну, где ты там, а? Почему он не идет? Он, кажется, умный. Бобер, давай. Прессуй его. Хорошо, что на этой поляне у меня есть союзники. Я рискую. Я рискую. Аааа. Фух. Стрелы на исходе. Арабалет вот-вот сломается. Почему ты не дохнешь? Ес. Отлично. Этому Терексу будет явно обидно, когда он поймет, что я его даже есть не собираюсь. Все его мясо пойдет на гнили. О, вот вы где, коллега. Взгляните на это. Бумажный самолетик. Что? Бумажный самолетик. Отличное название. Надо запатентовать это изобретение, продать и на вырученные деньги продолжить раскопки. Послушайте, это больше не может продолжаться. Просто признайте, наконец, что наши раскопки ни к чему не приведут. А история PowerDryShea это просто ваша выдумка, лишь бы получать финансирование. Что это? Это субтитры. Почему у меня субтитры? Видите ли, в чем дело, коллега. Оказывается, все это время я был глухим. Что? Я просто об этом забыл. Как можно об этом забыть? Именно поэтому мне нужны субтитры, чтобы понимать, что вы говорите. Вспоминая наше с вами общение, субтитры вам явно не помогают. А это потому, что я еще и полностью практически слепой. Слепой? Случилось так, что я был вынужден пожертвовать своим зрением ради важнейшего открытия. Оказывается, если долго через очки смотреть на солнце, быстро выжигается сетчатка глаза. Зачем? Зачем вы смотрели на солнце? Хотел узнать, сколько время. Но, увы, как бы я долго не смотрел, так и не смог разглядеть на солнце циферблат. Время по солнцу определяют не так! В любом случае, я все равно ничего не понимаю из того, что вы говорите. Я знаю, как вам помочь. Я понимаю, как трудно бывает людям с ограниченным зрением в повседневной жизни. Спасибо, я уже завтракал. Существует множество нарушений, которые не совсем лишают зрения. Например, возрастная маклодистрофия или трубчатое зрение. Я выжиг себе сетчатку солнцем. Бренд Honor разработал приложение Pocket Vision специально для людей с ограниченными возможностями зрения, чтобы помочь им жить более насыщенной жизнью. На канале Научпок вышло видео, из которого вы узнаете, как устроено зрение и как современные технологии помогают людям с нарушением зрения ориентироваться в окружающем мире. Подробности в описании. Да, верно. Согласитесь, это удобно. Да, тогда, может быть, вы проверите текст, который я написал на этом бумажном самолетике. Легко. Помогите, я застрял в забучем песке. Да, все верно, именно это я и написал. Какого? Ваши современные технологии действительно работают. А я думаю, что будущее за лупой, но я ошибался. Давайте-ка я сложу этот самолетик и швырну его обратно в сторону лагеря. Там сейчас как раз мой коллега, он подберет его, прочтет текст и спасет меня. Я наделал себе кучу наркоты, кучу стрел, и сейчас сделаю транквилизационные. Так, не будем дожидаться ночи, ведь она уже настала. Так, где этот киборг? Ну, hello. 60-й уровень, самец. Текст стегозаурус. Так, мне кажется, надо лучше подготовиться. Вернусь через пару секунд. Я проспал. Прости меня, стегозавр. Что-то все в порядке? Нет, не все в порядке. Его дубасят. Не смей. Не смей. Дай его, птеродактиль. Ты вообще не сможешь переварить металл. Зачем он тебе? Чтоб просто мне насолить, да? Диплодок, не спи. Атакуй его, давай. Ну, ну что я тебе сделал? Ну, отвали, ну. Забавно, как все внезапно оказываются жертвами нападения. Стегозавр сдох, тварь. Я этого не оставлю. И диплодок этого не оставит, да, диплодок? Да я вообще здесь не при чем? А бобры, по-твоему, при чем? Ну, они, видишь, его сражаются. Поэтому не ной. Мочи его. Диплодок сдох. Да твою мать, я же говорил, что я ни при чем. Твоя жертва будет напрасной. Так иногда бывает. Да что ж ты за тварь такая живучая жопа, молчать. Моя жопа призвала орла. Бобер, забудь о плотине, атакуйте Рекса. Фух, немножко стало полегче, когда я отомстил ему. Спасибо, Бобер, спасибо, Орел. Дальше я сам. Да чтоб тебя теперь, Орел, не атакует. На, сдохни. О технозавре придется, к сожалению, забыть. Поэтому давайте продолжаем совершенствовать наш дом. Моя спутница Лемур все еще спит. Постоянно спит. Это сейчас подумал, что забавно, как быстро я привык к тому, что я убиваю Терексов. За все пять лет, что играю в эту игру, только недавно первый раз его убил. И тут же к этому привык. И меня это уже не торкает. Для меня убить Терекса все равно, что чихнуть. Вот, сдох. Так, 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 что это за недоношенная Годзилла ломится в мой забор? Стоп. А это как бы интересная мысль. Пусть ломится. Возьмем транквилизирующие стрелы. И спать. Ну куда же ты свалила? От меня не убежишь. Когда я хищно охочусь, я хищно добываю то, на что охочусь. От меня не убежишь. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Эй, что я добавил в эти стрелы, интересно? Мне кажется, я что-то напутал с формулой. Все, оно упало. Итак, 60-й левел. Самка. Я думаю, воспользуюсь тактикой, которую я выработал за годы тренировок. Я окружу все фундаментами и стенами, чтобы мой динозавр был в безопасности. Как-то так. И я, блин, застрял. Я застрял прямо здесь с ней. Я не могу выйти. Придется рушить. Я не ожидал так. Это моя стандартная тактика. Метод, выработанный годами. Сначала я построю, потом все запарю. Придется половину разрушить. И снова строить. Смотрите, уже на 25% приручилось. Кушай. Знаете, последние выпуски я так легко приручаю животных, что я решил удвоить ставки. Тут где-то бегал скорпион. Я никогда не приручал скорпионов. Вон он. Терроризирует тут всех. Давай, ко мне. Ко мне. Слышите, как он своими костяшками так музыкально перебирает? Надо поближе его к дому отвезти. Куда ты? Куда ты? Куда ты повернул? Что с тобой? Он словно робот-пылесос. Знаете, пока в стену не ударится, не повернет в другую сторону. Оно вообще обладает разумом, а? Я здесь. Я думал, скорпионы любят эту фразу. Я очень стереотипно мыслю, когда дело касается скорпионов. А, точно. Оно помнилось. Наконец-таки. Давай, за мной. Гоу. Хорошо. Берем прощу в руки. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Давай. Ну куда ты опять пошло? Боже мой. Ладно, все. Оп. Тормози. Поверь. Больно будет только сильно. Хорошо. А, блин, оно высвободилось. Я вспомнил, что я давно своего раптора не посещал. Как дела? Почти что половина сознания и наполовину приручилась. Жри. А, блин. Нет, нет. Нет. Только один способ выйти. Сейчас скорпион еще сюда припрет. Где этот скорпион? Уже темнеет, блин. Когда он свалил? Может он где-нибудь упал? Я много стрел в него выпустил? Блин, темнеет. Как быстро темнеет. Ай, блин. Столько времени в пустую потрачено. Жрин обратно убежал. Нет. Все. Придется принять как есть. Я его просрал. О, нет. Вот он. Вот он. Вот он. Вот он. Ползучая креветочка моя спит. Я тут посмотрел, что оказывается они любят гниль и хорошо приручаются от нее. Поэтому ее... О, смотри, сразу сколько. Видели? 10%. Теперь мне придется следить сразу за двумя животными. Придется как курьер бегать и доставлять им хавчик. Здравствуйте, мэм. Вы заказывали двойную пепперони с... С двойным высером. Ах... Я задолбался. Я не могу ни на секунду отойти. Мне приходится постоянно следить за ними. Ну когда же вы приручетесь? О, блин. Моя радость не знает предела. А, блин, я Раптора приручил. Вы охренели. Скажи мне кто-нибудь 5 лет назад, что ты, Женек, приручишь Раптора через 5 лет. Вот за что я себя не люблю. Я не умею радоваться. Итак, это Раптор. Это женщина. И как бы ее назвать? Раптильда. This is for Raptilda. Кто из вас еще знает эту песню? Группа Alt-J. Не LJ. Благо, я уже подготовился и скрафтил седла. Садись, ешь. Эта серия летсплеев парк просто столько нового всего и открыл для себя. Например, что я, оказывается, могу? Пауэр дрыж. Может. А помните, я всегда говорил, никогда не сдаемся. Каждый раз, когда мы будем падать, мы будем подниматься. Вот что отличает всех моих персонажей. Они не сгибаемые. Но нагибаемые. Так, а здесь еще 50% надо ждать. Вот так. А здесь сюда? Оп. Налево-право. Оп, оп, оп. Вот и раз, два, три и четыре. Да, смотри. Как? Вот так. Оп. Ей. Ну вот, Раптильда, ты говорила, что я не смогу повторить эту связку. А теперь мой коронный прием. Лунная походка. Фиг ты его переплюешь, а? 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 Смотри. Вот так. Вот так. Слаженно, изящно. И... Оп. Ладно, все, игра окончена. Посмотрите на это омерзение. Просто отвратительно. А точнее, красота. Красота скрытая внутри. Под уродливой внешностью. Все, освобождаем. 99,7%. Сейчас оно будет моим. Давай, давай, давай. Не знаю, но почему-то, когда я смотрел в глаза этой страшной скорпионихе, мне почему-то представилась Покахонтас. Хочется привнести в свой дом немного диснеевского чуда. И одеваем седло. Вот как на этом кататься? Я... А-ха-ха, я как будто бы кентавр, только со скорпионами ногами. Как там кусты добываются? Никак. Джентльмены, тишина. Я слышал, новую женщину приведут в дом. Надеюсь, будет красивая. Проехали. Ребята, у нас пополнение. Надеюсь, вы все подружитесь, хотя мне вообще плевать на ваше мнение. Окей, пора на охоту. Аж мать, мапры, сделайте музыку потише. И когда они уже все уедут отсюда? Опа, опа, опа. Еще один технозавр заспавнился. Я не могу упустить этот шанс. Да-да-да, хорошо, оно за мной побежало. Он преследует меня, как терминатор Джона Коннора. Мне надо заманить его во внутренний двор. Да выключите вашу гребаную музыку. Давай-давай, левее, левее. Ну, давай, ну пожалуйста. Ах ты, блин, урод. Вот сейчас должен идеально войти, должен вписаться. Давай, давай, давай. О, да, все, покрыть дома. Все, он наш. Закрываем. Есть, есть. 114 уровня он. Интересно, он ест те же самые ягодки? Теперь, собственно, кое-что хотел вам показать. Вы, возможно, подзабыли о Шадоу Лордах. Но они уж точно не забыли о нас. Я уверен, что рано или поздно они нагрянут. Чем больше наш дом, чем больше нас животных, тем опаснее наше положение. Тем больше вероятность, что они нападут. И хоть я и потратил большую часть времени, приручая абсолютно бесполезных в бою животных, я времени зря не терял. Посмотрите на это. И нет, вы не правильно подумали, это не просто какая-то там душевая, в которой опасно ронять мыло. Скажем так, хочется фермерством заняться. Знаете, хочется пару милых цветочков посадить. Цветочки, они как дети. Некоторые вырастают довольно-таки опасными. Я начал сезон с кустов и закончу его кустами. Только менее дружелюбными. И на этом мы с вами закончим очередной выпуск Арк. И это предпоследний выпуск в сезоне. Скоро будет финал. Я думаю, что я его выпущу даже в этом году. Под конец года. Что там будет, я не знаю. Скорее всего, нечто очень грандиозное. Обязательно ставьте лайк, если вам зашло это видео. Не забывайте про подписку, если вы здесь впервые. И жмите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о последнем эпизоде в этом сезоне. Чем больше положительных отзывов и лайков, тем больше вероятность, что третий сезон будет... Эээ... будет. И пока вы ждете финал второго сезона по Арку, у вас есть возможность наверстать упущено и посмотреть все предыдущие серии по Арку. Плейлист будет в описании. Также я советую вам ознакомиться с другими сюжетными летсплеями на моем канале по GTA 5, по сам. На самом деле это история одного и того же персонажа, но вам нужно начать именно с GTA 5 и продолжить просмотром Сампа. А также Oxygen Not Included. Ну и, наверное, ненуждающиеся в упоминании The Long Dark и Stranded Deep. Все эти плейлисты будут в описании. Если вы здесь новенькие, то обязательно к просмотру. Ну и я прощаюсь с вами на сегодня. С вами был Юджин. Люблю вас, всех обожаю, целую и обнимаю. И, конечно же, всем напоследок мощная петюля. Вы готовы? Раз, два, три! И, опять! Приручение идет неплохо, но вот что-то он глючит. Да, вот что-то... Стоя... Боже мой. Несовершенная технология. Ладно, скачаю пару апдейтов патчей и глючит перест... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова